В Ульяновской области подвели итоги зимнего маршрутного учета численности всех диких животных. В этом году стало больше зайцев, серых куропаток, сибирских косуль и лосей. А кабанов, наоборот, стало чуть меньше по сравнению с 2020 годом. Скоро будут разыгрываться путевки на охоту. 10 июня у нас будет проходить жеребьевка. Здесь же жеребьевка. В режиме онлайн, конечно, подано 2195 заявок. Будет разыгрываться кабан. В общедоступных угодьях в 7 районах. По результатам жеребьевки будет на официальном сайте информация доведена до тех счастливчиков, кто выиграл у нас. Выиграть могут только 98 охотников. Также планируется розыгрыш путевок на косулю. Тем, кто не выиграл билеты в свободные угодья, расстраиваться не стоит. За допуском в леса можно обратиться и в другие сообщества. В общедоступных всего около 20%. Дальше у нас закрепленные угодья. Это 80% чуть больше закрепленных. Из них, из 80% общих, у нас есть такие общества охотников и рыболовов. У них, считается, это 80-70% территории. Есть всего охотник. Есть военно-патриотическое общество. То есть это общество, где коллективы. То есть, пожалуйста. Также есть частные организации и пэшли. Там также можно приобрести разрешение на добычу кабана, лося, косули. В Ульяновской области зарегистрировано около 30 тысяч охотников. Из них активных только 12-13 тысяч. В наших краях добывать парнокопытных не в тренде. В основном ульяновцы охотятся на птицу и пушнину. Разумеется, не все легально пользуются лесными богатствами. Росгвардии и полиции регулярно проводят рейды и задерживают браконьеров. Также стражи порядка контролируют ситуацию с огнестрельным оружием. Этой весной было изъято три ружья. В основном это происходит из-за неправильной транспортировки или проблем с документами на оружие.